Давайте начнем наш круглый стол по цифровому госуправлению. Я начну с вводной презентации, предоставлю дальше слово спикерам круглого стола и потом в формате вопросов-ответов обсудим тот раздел программы, который называется цифровое госуправление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На заднем ряду видны буковки? Продолжение следует... 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 Ну, например, можем ли мы дальше так продолжать работать с тем качеством данных, которое есть в информационных системах. Соответственно, ряд мероприятий направлены на повышение эффективности принятия решения в госуправлении. И четвертая очень важная выделенная специальная история, она пересекается между регуляторной средой и здесь, это формирование инфраструктуры доверия и национальной, понимая, что все электронные транзакции, они являются юридически значимыми. И здесь тоже мы планируем ряд мер, которые должны привести к тому, что любая электронная транзакция, которая произойдет в государстве, она будет юридически значимой, будет иметь понятное авторство, будет иметь понятную природу возникновения. И здесь у нас уже тоже в государстве накоплен разноплановый опыт реализации этой истории, и здесь нужен уже системный подход. Я сразу написал то целевое состояние, которое мы хотели бы прийти в 2024, они проходят через все слайды, то есть смотря на формулировки, на те формулировки, как на презентации написано, это сразу практически с некоторой редакции взято из программы, если кто-то ее не видел, этот раздел, то вот это конечная цель, к чему мы стремимся. То есть в государственных услугах мы хотели бы, чтобы, в принципе, ну так, может быть это не 2024, но сейчас можно смотреть в 2030, 2035, мы хотели бы, чтобы был вообще один способ идентификации человека в государстве, и на этом основании, основании явно выраженного волеизъявления, или подтверждения, государство само предоставляло все изменения правовых статусов, все то, что сейчас называется госуслугами. Это цель, которую мы как бы начали как государство идти очень давно, цель понятная, в 2024 мы говорим о том, что ряд услуг должен быть уже переведен в проактивный режим, должен быть интегрированы каналы электронные и каналы очного приема, в особенности многофункциональные центры, и между ними должен быть обеспечен бесшовный переход, то есть понимая, что я пришел в многофункциональный центр, получил в электронном виде, запросил услугу в электронном виде, получил результат в многофункциональном центре, или вообще, в принципе, результат в электронном виде. Очень важная история о том, что мы переходим от услуг, отдельных услуг, к услугам по жительным ситуациям, вот как при рождении ребенка, например, примеры, которые я приводил, либо жизненная ситуация, когда госуслуги начинают встраиваться в некую, я бы сказал, негосударственную историю, например, покупка автомобиля, там регистрация транспортного средства как услуга, это всего лишь какая-то часть истории. То есть человеку там нужно оформить страховку, нужно подписать договор, нужно там деньги передать, и там где-то еще нужна очень важная часть, но все-таки она всего лишь часть этой истории, там покупки, продажи машины, это соответственно зарегистрировать, необходимо зарегистрировать автор. Мы говорим, что государство как платформа, она не обязательно, вот госуслугу ты должен, там услугу регистрации, понятно, что это МРЭО, посещение МРЭО, проверка машины, но все предварительные истории, они могли бы проходить через бизнес и поступать через некий программный интерфейс прямо в платформу, которая, ну сейчас это такой термин, который определяет совокупность информационных систем, и, ну, государственную платформу, такой, в каком-то смысле черный ящик, который поступает, поступают данные, и дальше автоматически эти результаты, там автоматически, или все-таки там с участием человека, дальше эти данные возвращаются человеку. То есть все, то есть мы считаем, что государство должно открывать программные интерфейсы для госуслуг, для того, чтобы бизнес мог встраивать их в свои жизненные или деловые ситуации. Третья очень важная история, это история с тем, что на стране где-то 120, 130 или даже неизвестно сколько тысяч услуг в принципе. Ну, коллеги, вот я вижу коллег из регионов, им это вот знакомо, очень хорошо, да, там, ну почему это происходит, потому что разрешение на строительство надо сразу умножить на число муниципалитетов в нашей стране. Да, понятно, что совершенствовать государственное управление можно только в случае, если такая типизация будет произведена. Наверное, сначала она будет идти, она уже практически сейчас идет по факту в большинстве, ну или в части регионов, которые я знаю. И понятно, что мы должны системно подойти к этому вопросу, это не первый подход к снаряду, но, надеюсь, решающим будет. Для того, чтобы у нас типовые процессы были и под типовые процессы можно было бы иметь типовое программное обеспечение. И, соответственно, дальше на этом экономить и дальше на этом, соответственно, иметь одинаковые условия или примерно одинаковые условия предоставления госуслуг или там оказания функций государства в разных регионах нашей страны. Это сейчас не очень соответствует концепции, когда регионы муниципалитета имеют самостоятельность. То есть мы что-то с этим должны делать, то есть какой-то компромисс придется искать. Но я уверен, что в этом смысле мы можем найти этот компромисс и реализовать эти особенности, в том числе на той платформе типовой, которая будет для оказания этих услуг и исполнения функций. По автоматизации процессов мы идем к тому, чтобы была единая отчетность. Вот единая очень, я думаю, у нас будет сегодня дискуссия, что такое единая она или не единая отчетность. История в том, что у нас сейчас есть один и тот же примерно сутевой показатель, он собирается, я думаю, может быть лучше выключить? Да, выключить, пожалуйста. Да, спасибо. Вот, один и тот же показатель, он собирается многократно, немножко модифицирован, потом он не бьется нигде в отчетности, собирается разными органами, или вот даже бизнес говорит, что даже может одним органом власти в разных разрезах собираться в разной отчетности. То есть мы говорим про то, что один показатель, он собирается, он стандартизирован, унифицирован, и он собирается в каком-то смысле один раз. То есть есть некий набор хранилищ, или вот сейчас у нас там идет дискуссия, там набор хранилищ, это одно хранилище должно быть, отчетности, в которые поступают все данные от бизнеса, и дальше эти данные распределяются внутри государства. Вот это такой концептуальный подход, и мы переходим, вот коллеги на предыдущей группе, и на пленарной сессии говорили в группе госрегулирования, говорили о том, что необходимо перейти, когда напрямую отчетность льется из первичной отчетности, льется в проверяющие и контролирующие органы. Дело в том, что вот как раз большая работа должна была, должна будет произведена для того, чтобы построить эту первичную форму отчетности, особенно в ведомстве, если бухгалтерская отчетность, налоговая отчетность, она типизирована, более-менее закрыта классическими, известными нашими программными средствами отечественными, то ведомственная отчетность, она опять делается разными поставщиками программ с печенья, и это нормально. Но она поступает и на бумаге, продолжает поступать, и потом не бьется между собой, и запрашивается дублирование, то есть одно и то же, а одни организации ведомственные сдают в несколько направлений. По автоматизации процессов новое направление, это как сделать так, чтобы исключить чиновника. Вот здесь аккуратно написано, приоритетные бэк-офисные процедуры автоматизированы, алгоритмизированы, вот чтобы, ну так как мы не очень представляем, как к этому двигаться, да, то есть мы понимаем, что идет автоматизация, есть принятие решений без участия человеков в каких-то случаях, но мы закладываем эту историю в программу цифровой экономики, и вот про, например, про отдельное исполнение частей административного регламента, связанных с простейшими какими-то историями, которые обязательно должны быть без участия человека. Ну, совершенно классическая история, которую мы сейчас пытаемся преодолеть, о том, что вот есть такая инфункционная система ГИСГМП, в которую информация о совершенных платежах складывается и квитируется, соответственно, с тем, что человек оплатил пошлину, и после этого человек может не проносить квитанцию. Вот в 90% случаях, несмотря на то, что и технически работает, и в инфраструктурном регламенте это прописано, все равно вот даже простейшая такая история, она не полностью автоматизирована, хотя казалось бы, что вот уже здесь надо сделать. Третья история – это контрольно-надзорные функции. Мы идем здесь в рамках аппаритетного проекта по контролю надзорной функции, переходим к дистанционному, преимуществу дистанционному сбору отчетности, и давайте тогда поговорим более подробно здесь в рамках дискуссии. Третье направление – это совершенствование процессов внутри государства. Это, во-первых, мы видим кардинальное изменение ситуации по тому, чтобы унифицировать процессы внутри государства. Это создание реестра населения, реестра населения, которое будет иметь связки идентификаторов, которые есть по разным информационным системам, по разным удостоверяющим документам. То есть сейчас идентификация внутри государства происходит по-разному, естественно, набору идентификаторов. Есть там ключевой номер паспорта, есть там менее ключевые. И сейчас иногда не очень понятно, что это один и тот же человек в разных базовых данных. Соответственно, непрерывно идет требование повторной идентификации. Человек все время проверяет паспорт, куда бы он ни пришел. Человек все время сверяют его, не изменился ли у него статус в разных базах данных. Это достаточно тяжело. Мы считаем, что применение такого реестра населения тут решит ли эту проблему. По информации, которая есть в органах исполнительной власти в бумажном виде, мы считаем, что должна быть произведена ретроконверсия. То есть, например, то, что сейчас делает Федеральная налоговая служба по внедрению единого реестра актов гражданского состояния, приходит оцифровка этих накопленных актов гражданского состояния и, соответственно, перевод их в электронный вид, то есть в реестровые хранения в реестровом виде записи базы данных. Это очень важно, иначе мы все время, у нас будет этот хвост, который с новой записи мы погружаем в базу данных, вот этот хвост, он очень нас будет отдалять от перехода на полностью автоматизированную историю. И история по правовому эксперименту с тем, что нормативное регулирование — это отдельная история совместно с Минэкономразвития, даже Минэкономразвитие здесь выступает головным, части регуляторные решения должны приводиться в логатомизируемый формат, и все обсуждение, принятие этого акта, оно должно быть в несколько ином режиме, чем мы сейчас делаем в обычных регуляторных историях, принятие акта, обсуждения, совещания, корректировки, то есть всю вот эту историю мы считаем, что необходимо переводить в автоматизированный режим и выделение отдельных, в нормативном акте выделение отдельных историй, которые пригодны для автоматической алгоритмизации. Вот такая вот хитрая история. Последняя, но крайне важная история — это про архитектурную политику. Сейчас у нас практически архитектурная политика выстраивается только на уровне бизнес-функционала, то есть какой функционал в какой системе, дальше на следующем уровне техническая политика осуществляется достаточно слабо, то есть мы как министерство связи все время стоим за то, чтобы была построена архитектура основных процессов, систем в государстве, она была документирована, были понятны, как вносить туда изменения, был некий совещательный уровень, который координирует и выполняет функции по формулированию развития архитектуры на следующую перспективу, и это и федеральный нам нужен уровень, и региональный муниципал. Про востребованные данные через программный интерфейс очень важная история. У нас все время есть запросы от бизнеса, которые мы неоднократно уже обсуждали в разных разрезах, о том, что бизнесу нужен гарантированный источник данных от государства. Это могут быть открытые данные, это могут быть конфиденциальные данные. Открытые данные предоставляются через программный интерфейс обязательно, чтобы бизнес мог подключаться и считывать их. Конфиденциальные данные подключаются только с разрешения пользователя, которые предоставлены тоже в электронном виде. Такой механизм мы сейчас пилотируем, и мы считаем, что следующие пять лет будет его достаточно интенсивно развить. И по центру считаем, что как раз эта история позволит компенсировать затраты, которые необходимо провести для бизнеса, для того, чтобы новые сервисы по поставке новых данных от государства были бы предоставлялись в автоматическом режиме через программный интерфейс. Поэтому мы считаем, что здесь выгода и для государства, и для бизнеса. И важная история – это центр компетенции, который должен поддерживать трансформацию цифровизации государственного управления. У нас сейчас такого интеллектуального усилия не консолидировано, оно разрознено, то есть нам необходим постоянно работающий центр, который формирует предложения, формирует, соответственно, изменения и предлагает эти изменения. Ну и, конечно, они поддерживаются соответственно. По инфраструктуре пространства доверия очень важная история, как я говорил в начале. У нас электронный вид становится де-факто, то есть его используют, но вот привести пример. Мы сейчас на портале госуслуг можно получить справку о том, что ты не судим в электронном виде. Недавно мы запустили это. И вот вопрос, да, что должен дальше делать человек с этой справкой. По 63-му федеральному закону вроде бы эта история урегулирована. Но вот мы сейчас с нетерпением ищем человека, который все-таки будет первым, и он попробует эту справку получить в электронном виде, отослать ее в свой отдел кадров, не знаю, в университете, например. И мы хотим посмотреть, какой диалог дальше будет происходить с отделом кадров. Понятно, что человеку всегда есть возможность прийти и получить бумаги, отнести в отдел кадров, но если мы двигаемся в электронику, то должна быть такой институт, такая среда доверия, который однозначно гарантирует, что документ, который прислал, он даже лучше защищен, он даже лучше понячен, чем документ в бумажном виде, который мы привыкли классически, культурно привыкли к такому документу за столько лет письменности и доказательств, принимаемых везде, именно в бумажном виде. И такая же история у нас есть с Евразийской комиссией, с пространством ЕС, когда у нас документы, сведения, которые выпускаются в разных странах, они должны применяться, соответственно, и использоваться одинаково как в национальном сегменте, так и в другом национальном сегменте. То есть должен быть осуществлен понятный электронный переход между одним и тем же документом, который выпущен в одной стране и он используется в другой стране. Такие истории решены для нескольких крупных союзов и, соответственно, эту историю мы хотим решить и достаточно давно решаем, мы хотим завершить это решение в программе цифровой экономики. На этом я остановлюсь со своим докладом и давайте двинемся по, соответственно, по спикеру. Я передам слово Юрию Хохлову по, хотелось бы услышать, Юрий, по мнению международных экспертов, по разделу цифрового госуправления, которое сейчас есть, какое мнение, что рекомендуют и на что следует, соответственно, обратить внимание, насколько это бьется с лучшими практиками в других странах. Спасибо большое, Владимир. Я буду говорить, естественно, не только от своего имени, но и от имени довольно большой команды международных экспертов, которые сопровождали деятельность межведомственной рабочей группы в рамках соглашения между Всемирным банком и Минкомсвязи. Могу сказать, что несколько десятков консультаций, как очных, так и заочных, ответов на вопросы, которые поступали от подгруппы МРГ, отвечающие за цифровое правительство, за цифровое госуправление, были направлены ответы и даны соответствующие рекомендации. Могу сказать, что многие из этих рекомендаций были учтены вот в том варианте, последнем, который озвучил Владимир. И с этой точки зрения могу сказать, что международный опыт и те лучшие практики, которые используются в странах-лидерах развития электронного правительства, там, в рейтинге ООН или в других странах, которые тоже находятся среди лидеров, эти лучшие практики так или иначе были здесь учтены. Какие здесь на самом деле вещи нужно понимать, глядя на тот перечень мероприятий, о которых написано в программе, и которые сегодня нам озвучил руководитель подгруппы. Первое. Мы с вами будем достаточно долгий период времени жить вот в такой вот гибридной ситуации переходного периода, когда с одной стороны мы занимаемся традиционными вещами, уже там не первый, уже, наверное, десяток, ну, по крайней мере, десяток лет тем, что называется электронным правительством или электронными госуслугами, когда мы с помощью информационных коммуникационных технологий реализуем и поддерживаем административные регламенты. На самом деле, одновременно сейчас, когда мы говорим о цифровом правительстве, я думаю, что многие из вас видели наш доклад, который мы сделали год назад и презентовали, цифровое правительство 2020, «20 перспективы для России», тоже со Всемирным банком, там речь шла о том, что на самом деле, при всем, при том, что много чего сделано, мы будем с вами, если хотим не отстать от других, мы должны с вами заняться серьезным реинжинирингом того, что мы сделали. И с этой точки зрения, если говорить о тех вещах, которые сейчас звучат, о том, что нам нужно предоставлять услуги в режиме реального времени, о том, что мы должны делать проактивными, все эти услуги, о том, что мы должны соответствующим образом избавляться от лиц, принимающих решения, чиновников, которые должны на тех или иных этапах ставить свои галочки и смотреть на эти все вещи, это означает достаточно серьезный реинжиниринг бэк-офиса, прежде всего, и не только с точки зрения информационных систем, и не системную, и не технологическую архитектуру мы должны менять, это само собой, это очевидно, но мы должны с вами менять и архитектуру деятельности. И это один из существенных моментов, на которые указывают и международные эксперты, и российские эксперты, что мы с вами не обойдемся без новой ветки и без нового этапа административной реформы. Если мы не поменяем соответствующие процессы, управленческие процессы, которые идут в бэк-офисе, которые идут в государстве, связанных с распределением полномочий, функций, всего остального, ничего мы с вами не получим, кроме цифровизации, теперь уже не автоматизации, того, доставшегося в наследство от традиционного бумажного индустриального общества, этих процессов, никаких проактивных услуг, никаких услуг в режиме реального времени мы с вами не получим. Добиться этого не удастся, как бы мы ни старались. Поэтому, когда мы говорим о том, что да, нам нужно завершить процессы перевода и реализации электронного документа оборота, мы всегда с вами понимаем, что электронный документ оборота означает, что всегда есть человек, который должен посмотреть на эту электронную копию этого документа, для того, чтобы принять на том или ином этапе управленческого процесса некое решение. Пусть это сокращает расстояние и время для передачи от одного ведомства к другому или от одного исполнителя к другому, но это не исключает возможности документов, не исключает наличие человека. Поэтому никакого автоматизированного алгоритмического принятия решений, там, где это даже очевидно, если мы говорим про электронный документ оборот, невозможно. Это означает, что человек всегда там присутствует. Это означает, что мы должны с вами реинжинирить вот эти вот процессы принятия решения. Таких процессов очень много. Когда мы говорим о том, что справку об отсутствии судимости мы можем получить как электронный документ, да, это замечательно. Не нужно идти подавать заявление, ждать несколько, иногда десятков дней, там, до 30 дней иногда, как говорится, эту справку предоставляет ОВД. Вот, это можно получить, казалось бы, быстрее, но это все равно, по сути дела, мы с помощью информационных технологий замораживаем процесс прошлого времени. Вместо того, чтобы, как говорится, поменять, вообще говоря, сам процесс, если моему работодателю нужно узнать, что у меня нет соответствующей судимости, это означает, что он, как доверенная организация, которая имеет право обратиться к соответствующему ренестру, в котором есть сведения о судимостях и отсутствии судимостей, и сам запросить это дело. Я должен, когда я пишу заявление о поступлении на работу, просто ему сказать, что я разрешаю тебе проверить все эти сведения, которые есть у государства. Я там вообще лишний человек, как говорится, как получатель этой услуги. Услуга не должна быть. Вот, поэтому одно из главных таких вот соображений, о которых говорят и международные эксперты, я уже сказал. Второе, это, конечно, очень важный момент, это как мы будем измерять достижение поставленных целей. И это измеримые показатели, которые мы с этим связываем. И здесь эта проблема, которая стоит не только для российской программы цифровая экономика, но и на международном уровне, потому что тот же самый рейтинг, на который мы все обращаем внимание, ЮНДЗы, о том, какой уровень развития электронного правительства, он тоже, ну, скажем, мягко так, полскульный, он меряет нечто совсем другое, и он не ухватывает процессы цифровой трансформации системы госуправления. И это тоже некий вызов и та задача, которую нужно решать. Ну, простой пример, мы могли бы, точно так же, измеряя наличие цифровых транзакционных услуг, поставить время исполнения этой услуги и оценивать время этой услуги, скажем, в минутах. И тогда почти очевидно, что если это будет не 30 дней, а 30 минут, что в бэк-офисе у нас все есть, у нас есть доверенные базы данных в регистровой модели, у нас есть алгоритмы, которые позволяют соответствующим образом убрать отовсюду человека, там, где это возможно, ну, или оставить для него только последний шаг принятия решения, там, если этот человек необходим. Но в 80% случаев это можно сделать и без отсутствия человека. Поэтому это второй такой вот вызов, который нужно решать в этой программе. Я заканчиваю. Спасибо. Спасибо большое. У нас существует, как я сказал, приоритетный проект по контролю надзорной деятельности, и, соответственно, в нем предусмотрены и эксперименты, и направление позиционному съему информации. Хотел бы передать слово Олегу Юрьевичу Качанову, директору департамента медсвязи. То есть, чтобы вы прокомментируете, пожалуйста, как в программе учтены эти основные тренды и как это, в конце концов, поможет бизнесу и, может быть, чуть-чуть дальше посмотрим, чем 2024. Да, Владимир, спасибо. На самом деле, здесь хотел бы важную ремарку сделать, вот о чем Юрий только что сказал, по поводу реинжиниринга деятельности, как таковой, реинжиниринга процесса. Сама по себе приоритетная программа реформы контроля надзорной деятельности, она как раз во главу угла ставит именно изменение подхода, изменение процесса. То есть, что это значит? Это значит, что от подхода, условно говоря, репрессивного или там посмертного учета, когда мы уже фиксируем некий нанесенный ущерб и пытаемся исправить его, перейти к подходу профилактическому. Ну и, соответственно, исходя из этого, намечается сразу несколько областей деятельности в рамках контроля надзора, где необходимо внести соответствующие изменения. Изменение первое касается как раз то, о чем я сказал, профилактического подхода. Коллеги, давайте перестанем ходить, значит, ковровыми бомбардировками, так сказать, себя проверять направо и налево, давайте перестанем ждать, пока где-то бомбанет, а потом, значит, бежать спасать тех, кто, не дай бог, пострадал. Вот, а давайте все-таки начнем с того, что будем людям объяснять, в общем-то, как можно делать, как нужно делать, а как не нужно делать. Давайте начнем с этого. То есть, профилактический блок, да, что, как бы, деятельность органов контроля и надзора должна строиться, в первую очередь, как бы на этом. Второй момент, связанный с тем, что, опять же, не надо пытаться там проверить всех подряд на все подряд, а давайте все-таки немножко сконцентрируемся на том, что представляет потенциально наивысшие риски с точки зрения причинения ущерба, ну, простите, как бы за бюрократический язык, охраняемый законным ценностям, то есть, жизни, здоровью там и экономическим ценностям. Очевидно, что, не знаю, там, ларек по продаже сигарет, который стоит около метро, да, или, там, не знаю, там, стройка, которая рядом развернута, но это априори объекты разного уровня риска. Соответственно, второй блок в программе таким образом, это как раз система управления рисками, то есть, каждый контрольный надзорный орган у себя должен эту систему внутри сформировать. Что значит систему? Значит, понять, кого он, в принципе, будет проверять, то есть, составить реестр вот тех самых субъектов проверяемых или объектов проверяемых и понять, кто из них представляет наивысшие риски, кто и наивысшие. Третья, отсюда вытекающая, это модуль работы, вернее, простите, модуль оценки, то есть, как бы, сейчас как мы оцениваем, что контрольный надзорный деятельность того или иного органа эффективна или неэффективна? Ну, понятно, палочный метод, да, 500 объектов проверили, молодцы, эффективно, 500 нарушений нашли, суперэффективно, да, вот, что, на самом деле, наверное, не всем отражает, как бы реальная эффективность или неэффективность с точки зрения деятельности. Поэтому третий блок в программе, да, он как раз завязан на оценку результативности и эффективности контрольно-надзорных органов не только целиком, как органов в целом, да, но и конкретного территориального органа, территориального подразделения, ну и вплоть до конкретного инспектора. То есть, инспектор тоже должен быть оценен, вообще, как бы, насколько он производителен, насколько он эффективен в своей деятельности. Вот, и самый сложный блок, вот, из всех, которые есть такие функциональные в программе, на наш взгляд, это блок, который связан с обязательными требованиями нормативно-правых актов. Что это означает? То есть, в настоящий момент приходит инспектор, говорит, ну-ка, давай, я тебя сейчас буду проверять на соответствие трудовому кодексу. Что такое трудовой кодекс? Он достает, значит, этот кирпич и говорит, ну, давай, сейчас разберемся, чему ты соответствуешь, чему не соответствуешь. Очевидно, что этот процесс, как бы, не алгоритмизируемый, и он полностью отдан на откуп проверяющему лицу. Вот я решил, что ты не соответствуешь, ну, значит, физкульт-привет, попробуй-ка оспорь. Значит, основной, ну, как бы, одна из целей программы, программизации требований, обязательных требований нормативно-правых актов, когда однозначно можно сказать, что вот есть требование вот такое-то, оно берется из такого-то нормативно-правого акта и применяется вот на такие-то объекты проверки. Словно говоря, там, если я его могу применить там на, как я уже говорил, там, ларек по продаже колбасы, да, вот, то, соответственно, не могу его применить, например, на ларек продаж сигарей. Или, если оно применяется на Ашан, который гипермаркет, то вот на конкретный магазин по продаже хлебных изделий не применяется, потому что требования разные. Соответственно, теперь переходя на рельсы цифровизации, очевидно, что чтобы все эти изменения произошли, критически необходимо применение информационных технологий во всех этих отраслях. Но начиная с профилактики. Что такое профилактика? Профилактика значит, что я к тебе не хожу, я тебя не проверяю, я тебя не прессую, давай-ка мы с тобой взаимодействуем удаленно. Это означает, что должны появиться некие личные кабинеты, будем называть их так, куда я, как представитель бизнеса, могу прийти, сначала пройти некое самообследование, сказать им, я такой-то бизнес, такой-то вид деятельности, такой-то сотрудник, ну, условно говоря, некую анкету или визор пройти, соответственно, заполнить, и на выходе получить свой профиль. А кто потенциально ко мне какие требования предъявляет? А ко мне предъявляют требования, раз, два, три, четыре, такие-то органы контроля надзора, и вот полный исчерпывающий реестр требований, которые они ко мне могут применять. Все, больше кроме этого ничего не будет. Если они будут приходить ко мне и спрашивать, а вот ты вот этому соответствующий, говорю, где в списке? Нет в списке? Извините. Проверять ко мне, значит, ко мне с этим не ходить. Более того, когда я получил перечень требований, как бы предупрежден вооружен, то тут наступает самое интересное. Если я добросовестный, я могу заполнить анкету, так сказать, с этим уже вопросом по обязательным требованиям, а у вас точно там, условно говоря, для каждого сотрудника предусмотрен, там, 15-минутный перерыв, там, для зарядки для пальцев, или не предусмотрен, а у вас точно там хватает объем помещений, так сказать, кубатуры для того, чтобы все могли нормально дышать. И Роструд счастлив, получив от меня эту анкету. Жалоб нет при предыдущих проверках, так как в предыдущих проверках, словно говоря, критические нарушения не выявлены, так зачем к кому-нибудь вообще ходить? Я добросовестно отчитываюсь, я вижу, какие требования они применяются, и еще раз, это профилактика. Это возможно при удаленном взаимодействии со мной, получении от меня таких сведений. Следующий модуль, про систему управления рисками. Достаточно интересный модуль с точки зрения, как раз, опять-таки, перехода в цифровую экономику, в цифровую жизнь, с той точки зрения, что, как мы будем рассчитывать риски. То есть, да, наверное, можно сделать какую-то там базовую методику, и там, на бумажке, значит, собрав показатели, по каждому посчитать, сказать, вот этот высокий риск, вот этот низкий риск. Ну, понятный подход, соответственно, да, подход, наверное, там, откровенно, прошлого века, да, как это делать сейчас, как это делает, например, Сбербанк, как это делают, простите, вот, так сказать, здесь присутствующие представители ФНС. Они собирают огромное количество данных из разных источников, на самом деле, да, из открытых источников, из межвязанственного взаимодействия, из того, что я сам предоставил. Вот, и дальше происходит анализ, вот, так сказать, здесь уже неоднократно звучавших больших данных, который может говорить, что, типа, вот эти вот в высокой зоне риска, вот эти в низкой зоне риска. Причем мы даже, на самом деле, не всегда можем понимать четкий алгоритм. Потому что, действительно, мета-анализ больших данных, он статистически, он говорит, что если вы, там, не знаю, так сказать, броня с зелеными глазами, то у вас там выше риск, если там владеет с синими, то выше риск. Олег, прошу прощения. Две минуты. Да, надо закругляться. Ну, вот, все-таки, вот, мы акцентировали, в программе, то есть, вот, 20-24 более-менее понятно, а вот дальше, какое будет дальше развить? А вот дальше, Владимир, вот, как бы, давая отзыв на твой посыл, что услуг не будет, хочу сказать, что функций не будет, опять же, понятно, утрируя. То есть, что это означает? Что вот то, о чем я сказал, все необходимые данные для определения рисковости, можно собирать удаленно. И существует интернет вещей, существуют датчики, которые стоят на производственных линиях, которые вовремя обо мне расскажут органам контроля и надзора, все ли у меня в порядке. Не является ли грязной та вода, которую я лью в бутылке, соответственно, газированным напитком. А если являюсь, то, может, пора ко мне уехать. Соответственно, собирая эти данные и видя оперативные риски, возникающие, можно их оперативно купировать. Значит, и еще важный момент, то, о чем я не успел, наверное, сказать, про цифровизацию и, вот, так сказать, уменьшение инспектора зависимости внутри самих контрольно-надзорных органов. Каждый инспектор, его деятельность должна вестись в информационной системе. Это очевидно. То есть фиксация всех фактов, что он там, собственно, делает, куда пошел, что увидел, что нашел, что, значит, зачитал правонарушением, она должна быть зафиксирована и невозможность отката назад. Вот. Ну, не будем говорить там про блокчейн, но, короче, некая фиксация фактов. Однозначно. И это, конечно, как бы, там, антикоррупционная составляющая, и это составляющая индивидуальной, там, результативности и эффективности. То есть я походил по объектам, соответственно, потом мы смотрим в конце месяца, да, у инспектора Васи Петрова, значит, эффективность, там, вот такая у меня эффективность вот стекает. У меня выработка, соответственно, два объекта, у него, там, 30 объектов в сутки. Вот. То есть, еще раз повторюсь, да, как бы, все это в целом, оно исключительно на цифровой платформе, большая часть сведений собирается дистанционно, а, соответственно, еще раз повторюсь, деятельность каждого инспектора, оно вот настолько потранзакционно видна и отслеживаемо, да, что исключает, в принципе, коррупционные риски, ну, не в принципе, неправильно говорить, уменьшает существенно коррупционные риски, да, по отношению к той ситуации, которую мы имеем в настоящий момент. Хорошо, спасибо. И в продолжении, Александр Юрьевич Ануфриев, директор департамента НЦИ, скажите, интернет вещей, мы говорим для контроля надзорной деятельности, это все-таки будущее или какие-то элементы сейчас есть? Спасибо, Владимир. На самом деле, это уже отчасти реальность, да, и ценность интернета вещей, в частности, в госуправлении, я немножко о перспективах скажу, состоят в том, что вот благодаря технологиям, современным IT-технологиям, интернет вещей способен превратить, вот, благодаря средствам объективного контроля, вот, вот этот самый контроль производить очень четко, последовательно, достоверно и беспристрастно, и вот, например, и быстро, самое главное, это быстро. И, на самом деле, у меня есть уже практический опыт в одной зарубежной компании, когда я работал, что благодаря совокупности сенсорных сетей, сенсорных сетей развернутых, и, ну, тогда еще не оперировали термином Big Data, то есть это вот облачное решение по анализу системы аналитики, удалось повысить производительность труда порядка, там, на 30% в рамках одного места, и стало понятно, причем такими немонетарными средствами, благодаря этому люди перестали, там, стало понятно, кто вот в курилке время проводит, а кто действительно занимается делом там, где ему там положено быть. Поэтому интернет вещей, вот это действительно будущее, скорее, это уже такое настоящее. И госкорпорация Ростех, она как раз работает в этом направлении активно, и вы можете на стенде посмотреть, пообщаться с нами о том, какой у нас за дел есть. Но, конечно, поле деятельности у нас все-таки огромное. Спасибо. Хорошо, спасибо вам большое. Следующий блок нашей дискуссии, он посвящен национальной среде доверия в электронном взаимодействии. То есть сейчас в программе определены основные сервисы, которые и основные понятия и сущности, которые мы должны отрегулировать. Например, идентификация, идентификация, авторство, неизменность документа, соответственно, метка времени, электронный архив и другие такие сервисные функции, такие инфраструктурные функции, среды доверия, которые необходимы для того, чтобы было обеспечено свободное хождение и применение электронных транзакций во всех сферах жизни. Вот, Татьяна Владимировна, Федеральная налоговая служба, хотел бы вам предоставить слово по тому, что вы, как эти вызовы отражены в программе, какой ваш опыт, как Федеральные налоговые службы, на чем вы видите, надо сделать акцент. Спасибо большое, добрый день, уважаемые коллеги. Федеральная налоговая служба, в частности, имеет огромный опыт электронного взаимодействия с налогоплательщиками. В настоящий момент времени более 97% юридических лиц создают налоговую бухгалтерскую отчетность в электронном виде. И это принципиально позволяет улучшить качество налогового администрирования, скорость налогового администрирования, удобство взаимодействия с налогоплательщиками. Безусловно, есть куда развиваться дальше. Налоговому документу, в принципе, электронному документу обороту сейчас уже практически 16 лет. Но с 2001 года, после выпуска Федерального закона об электронной цифровой подписи, мы, кроме того, что все больше и больше переводим документов в электронный вид, мы действительно дальше потом никуда не двинулись. И я согласна, что мы, в общем-то, просто переводим в электронный вид те бизнес-процессы и тот бумажный документ оборот, который есть. Это, безусловно, важный шаг, с одной стороны. С другой стороны, наверное, время уже идти дальше. И здесь хотелось бы отметить, действительно, что необходимо строить среду доверия. Действительно, необходимо как раз, опять же, согласно, готова повторить, о том, что действительно должна быть возможность получить данные от того или иного органа власти не только самому гражданину, но и работодателю, и другому органу власти, или банку, или иной другой организации, для которого дано разрешение со стороны гражданина. То есть, как бы, по согласию гражданина данные должны выдаваться в различные источники в этом гражданине. Тогда это будет более компактная и правильная среда. Сейчас законодательно это практически не предусмотрено. Еще одним важным моментом, на который следует обратить внимание, и оно отражено в программе, это создание электронных архивов. Несмотря на то, что мы сейчас имеем достаточно активный электронный документооборот, у нас практически нету регламентного и правильного взаимодействия работы с электронными архивами. Проходит год, электронная цифровая подпись теряет свою силу, и документы, которые были подписаны, их, получается, надо либо переподписывать, либо каким-то образом еще организовывать их хранение. Это нигде не регламентировано. Это затрудняет взаимодействие как двух сторон бизнес-то-бизнес в электронном виде, так и бизнес-то-гавенмент, особенно когда мы истребуем документы. Эти документы существуют только в электронном виде. Они были созданы 2-3 года назад. И начинается все время проблема с проверкой подписи ее легитимностью, которая была легитимна в то состояние времени. Понятно, что нету никаких понятий, например, хранилищ электронных данных, которые могли бы предоставляться как сервисы со стороны банков или со стороны каких-нибудь специализированных других организаций. То есть таких вещей, в принципе, не существует. И это тоже та тема, которую необходимо прорабатывать и серьезно ей заниматься. Собственно говоря, наверное, в таком ключе. И хотелось бы еще сказать с точки зрения, в принципе, продолжения отчетности. Действительно, получая больше и больше первичных данных, имея возможность собирать эти данные и получая бигдату, возможно, в перспективе действительно можно будет, если не совсем уйти от отчетности как таковой со стороны, собираемой там инфаивами, но, по крайней мере, ее минимизировать, эти показатели. И часть показателей федерального органа власти, там и регионального, и неважно, государства, будет видеть из первичных данных, и не надо будет обременять граждан и организации тем, чтобы они там все время статистически что-то подбивали и все время сдавали в органы власти во многих экземплярах, в разном разрезе этих данных. Тут я тоже согласна. Наверное, у меня все. Спасибо большое. Вот у нас в момент обсуждения была такая и остается развилка нерешенная. То есть какое в этих сервисах доверие, какая роль, какое соотношение государства и соотношение бизнеса, кто должен эти сервисы строить, как они должны предоставляться. Михаил Юрьевич, можно несколько комментариев по этому вопросу? Ну и в целом по инфраструктуре доверия. Да, не знаю даже как. В несколько минут или в несколько часов. Я немножко с другого бокса зайду. Я думаю, что... Ответ на вопрос такой, что я думаю, что довольно большая часть того, что делают сейчас государства. Государственные органы, мне кажется, фонит немножко. Вот. Может быть, это на рынок, это правда. И регистрационные действия могут уйти на рынок, и тем более прием документов, выдача результатов, то есть вещи, связанные с передачей информации. Огромная часть цифровых сервисов доверия, которые государство в принципе не сможет предоставлять людям. Это и, по сути дела, идентификация, и учет полномочий, то есть вещи, связанные со статусами правовыми, как храненными государственными органами, так и гражданско-правых отношениях статусами. Они должны, конечно, предоставляться как сервисы на рынке, и вряд ли мы можем даже мечтать или фантазировать о том, что когда-либо государство может этим заняться и успешно эту функцию выполнить. Вот это в принципе невозможно. Как бы это вот с одной стороны. С другой стороны, наша регуляторика и наша среда совершенно к этому не готовы. То есть все то, что мы пишем в этих программах, оно разбивается в такое интересное понятие, как любимое всеми айтишниками, внедренцами, как информационная безопасность. Значит, у нас стала интересная вещь, в стране произошла за последние где-то 5-10 лет. У нас то, что является периметром некоторой целевой системы. Оно стало подменять вот эту саму систему. У нас сейчас информационная безопасность как концепция, как стратегия принимается как верхний уровневый государственный документ. И все как бы считают, что это нормально. Все обсуждают, а хорошо оно написано или плохо оно написано. Вообще-то, говорят, это безумие, когда стратегия безопасности оказывается вообще стратегией. Это не стратегия безопасности, это какое-то граничное условие. Человек, который хочет выиграть Олимпийские игры или страна, которая хочет совершить некоторую трансформацию и, скажем так, преодолеть отставание или хотя бы перестать его накапливать или хотя бы просто оказаться в том контексте мировом, в котором страна хотела бы оказаться, то иначе ответ на вопрос, какой регион России наиболее успешный в части развития своей экономики, окажется, что такой регион это Калифорния. Потому что российскими усилиями наиболее успешно вот там можно применить. И вот если мы это действительно серьезно обсуждаем, что мы хотим с этим как-то побороться, да, вот в Олимпийских играх хотя бы там поучаствовать, не то, что выиграть, то, наверное, мы не должны себе ставить задачи, типа, а не там, не знаю, не натереть себе ножку там, не споткнуться где-нибудь там, не знаю, разбить коленку, еще что-нибудь. Вот сейчас ситуация такая, это считается нормальным. И мне кажется, что это одна из наших проблем, потому что запретительные по своей правде регулирования огромная часть бюджетов, которые уходят на обеспечение формальных требований, которые не имеют отношения никакого к реальной безопасности, это все понимают. Мы вот немножко поспорили на предыдущем круглом столе, буквально по диагонали, я среагировал на реплику, что у нас средства, значит, которыми можно реализовывать блокчейн-технологии, не сертифицированы, а значит, к ним мало доверия. Так а вот я скажу, что к ним доверие, потому что они не сертифицированы. Ну, не буквально потому, что у них нет сертификатов, конечно, не поэтому, а потому что природа доверия к ним находится не в плоскости наличия сертификатов соответствующих органов. Сертификат, он вообще другом. Это все знают, все улыбаются, все кивают, но как проблема, вот публичная, это не отрификсировано, не осознанно. Мне кажется, что это одно из тех бревен, которое вот просто само по себе будет лежать, будет лежать, никуда не сдвинется. Больше того, это бревно будет становиться со временем все больше и больше. Потому что никакая административная история не имеет ограничений, как газ, она заполняет весь объем. Поэтому, если этому объему какое-то ограничение не ставить, то, значит, соответственно, результат тоже будет соответствующий, к сожалению. И мне кажется, что, это я вот сейчас прям сообразил, пока говорил, вообще-то в программе цифровая экономика эта проблема должна была бы как-то профигурировать. В ней есть раздел по безопасности, но он вообще, говоря, дует в том же направлении. Я понимаю, почему, на самом деле, я сочувствуем об отнестись к авторам, потому что попробуй согласуй, попробуй внеся, попробуй это. Но, тем не менее, вопрос. Мы сейчас что? Это уже почти наезд получается, но я с оговоркой все-таки, значит, да, я понимаю все сложности здесь, как бы. Но, тем не менее, вот мы задачу решаем, свою экономику строим, тогда, извините, давайте этот раздел будет немножко о другом. И слова там будут, давайте, немножко другие. Или мы любой ценой внести в срок и так далее. Тогда у нас вот такой раздел есть, такой его контент. И такие у нас законы вносятся в Думу, вот сегодня внесли. И та среда, в которой мы живем, она несовместима с тем, о чем мы здесь говорим. Она, в принципе, несовместима. Вот. Как бы, ну а так рынок очень много что может. Ты, возвращаясь к этому вопросу. Михаил, Володя, да, если позволите, пару слов еще, да, тоже добавлю, поскольку тема действительно достаточно живая и сейчас много где обсуждается, то, в частности, с нашими вот только что упомянутыми регуляторами в области информационной безопасности, да, мы, в принципе, вышли на некий консенсус, который они, ну, готовы согласовать. Консенсус заключается в том, что, очевидно, будут структуры государственные, которые будут обеспечивать сервисы доверия, да, там, доверие третьей страны. И к ним, так сказать, одни требования, одно отношение, понятно, на кого они рассчитаны. У них и потребители, собственно, государственные. Будет, скорее всего, второй слой таких же операторов сервисов доверия третьей страны, которые будут определенным образом, там, скажем так, аккредитованы на взаимодействие с государством. И те представители бизнеса, которым нужно будет, в конце концов, вот, как будто документы, это, так сказать, цифровые посылки, условно говоря, направлять в адрес органов государственной власти, должны будут действовать именно через этих аккредитованных операторов. Еще одни спецоператоры, ой, прошу прощения, еще одна группа спецоператоров, таких совсем уже спец получается. А будет, и будет, разумеется, как бы, там, как, собственно, и сейчас это происходит, да, совершенно нормальный рыночный уровень, то есть тех операторов сервиса доверия третьей страны, которые и сейчас, на самом деле, уже есть, которые с государством, как бы, ну, условно говоря, существуют в параллельной плоскости. Но бизнес, они, его задачи выполняют, удовлетворяют. Это, как бы, скорее всего, большое завоевание и прогресс относительно того, что могло бы быть. Я без иронии-то говорю, это уже, как бы, да, мы куда-то продвинулись, замечательно. Но, тем не менее, даже это, скорее всего, вот, мне кажется, приведет нас к тому, что через 5-10 лет, так же, как сейчас в браузерах корневые сертификаты прописаны импортные, так же, как в телефонах у нас вся крипто иностранная, вот пройдут еще 10 лет, и почему-то так окажется, что есть требования, есть желание регулятора, вот все это есть, оно меньше не станет. Но по факту, все, что происходит, опирается на сервисы доверия импортные. Потому что там они были созданы, развеялись в конкурентной среде, приобрели некоторые качества, пригодные для использования, а у нас они не развились, не осоздались. И они, как бы, есть, вот эти спецоператоры-то есть, но только у них производительность труда низкая, издержки на единицу транзакций высокие, сервисов мало. Просто так окажется, по факту. И вот почему-то так окажется, что когда сотрудник какого-нибудь очень серьезного органа, значит, в роли сотрудника, он говорит, нет, вот только так, никак по-другому, безопадное, а в роли человека-гражданина, он тоже будет пользоваться все то же самое, как сейчас происходит. Вот что будет дальше. Еще раз, это вот то, что надо понимать, как будет дальше. При том, что я понимаю, что в том бюрократическом процессе, что идет, вот то, что сейчас Олег нам сказал, это, скорее всего, действительно, вот мы серьезно подвинули коллег, они на что-то согласились. Вот, но этот газ не имеет ограничений, он, как бы, заполнит весь объем коллег. Михаил Юрьевич, я достаточно рисовал нам по юристическому картину. Вот, я вот все-таки позволю не согласиться, потому что в разработке программы мы с регуляторами это смотрели и понимаем, как можно будет историю построить по разным уровням требований, которые применяются к, вот как Олег Юрьевич говорил, к одним одному типу сервисов, к другому типу сервисов и к третьему типу сервисов. Я прошу прощения, просто на момента, нет, продолжим просто дальше в открытой дискуссии. Вы сказали, что идентификация, я правильно слышал, что идентификация должна быть не государственной? Я думаю, что она должна быть частная государственная. Я думаю, что должна быть, это должна быть единая система, единая логика, и да, и у нас должны быть, скажем так, цифровые доверенности, цифровые, ну, смотрите, она государственная в том смысле, что она признаваемая законом, и есть регулирование, которое говорит правила и условия. Вот про идентификацию хотел слово передать Ивану Берову, который расскажет про как раз подход такой вот частно-государственной коммуникации. Да, но сертификаты пусть выдает не государство, пусть вот этим процессом занимаются частные фирмы, банки, там, страховые, ЖЭКи, кто угодно, нотариусы. Слушай, отдайте рассказывать. Да, Владимир, спасибо. Всем доброго дня. Хотелось бы сегодня поднять одну интересную тему, очень важную с точки зрения там и международного сообщества, и очень важную с точки зрения построения цифровой экономики здесь, в Российской Федерации. Тема звучит как биометрическая идентификация физических и юридических лиц для целей взаимодействия по модели там человек-государства, бизнес-государства, бизнес-человек и так далее. Это является на самом деле на данный момент одним из краеугольных камней, и этот вопрос был поставлен в повестку 2016 года на Международном экономическом форуме и звучал как цифровая идентичность. Одним из важных элементов цифровой идентичности являются биометрические характеристики человека. Сейчас рынок биометрических технологий в разрезе там мира выглядит достаточно интересно, и как с точки зрения там использования в государствах, ну уж так с точки зрения использования в интересах бизнеса. Важно отметить, и я соглашусь там с мнением всех предыдущих экспертов, что модель организации идентификации, аутентификации на территории Российской Федерации разумно строить по принципу государственного частного партнерства. Почему? Потому что с одной стороны государство точно должно определить, какие юридически значимые транзакции допустимы с применением технологий биометрической аутентификации, идентификации, а какие относятся к обычным коммерческим сервисам, и никакого отношения к государству не имеют, могут быть созданы в качестве сервисов. Соответственно, одним из первых и, на мой взгляд, самых прорывных решений в этой области у нас на территории Российской Федерации стали правки, которые сейчас Центральный банк внес в Государственную Думу совместно с Министерством связи и массовой коммуникации в области изменения 115-го федерального закона в дистанционном открытии банковских счетов. Это очень сильный шаг. Почему? Потому что в рамках этого федерального закона дистанционное открытие счета новому клиенту, который никогда не был в розничном офисе кредитной организации, является узким горлышком. Почему? Потому что банки уже давным-давно, стоя на острие инноваций, ушли с точки зрения клиентского опыта в цифровой мир. Система дистанционного банковского обслуживания достаточно хорошо всем известна, и наверняка каждый из вас этими системами пользуется ежедневно. Однако, если вы не являетесь клиентом какого-либо банка, то открыть в этом банке счет или получить иную-другую банковскую услугу вы не сможете. Вас попросят обратиться в офис этой кредитной организации. Соответственно, шаг, сделанный нашими регуляторами при участии, собственно, Ростелекома, показывает, что такое взаимодействие возможно. Возможно с точки зрения как юридической конструкции, так и с точки зрения построения бизнес-логики. Выглядит это очень просто. Министерство связи владеет единой системой идентификации и аутентификации. Эта система путем ввода логина и пароля при наличии подтверждены учетные записи внутри системы, позволяет получить реквизиты документов, а также иную информацию требованию согласно 115-го федерального закона. Это позволяет однозначно идентифицировать реквизиты документов, предоставленные физическим лицом, однако не позволяет сопоставить, кому эти реквизиты документов принадлежат действительности. Соответственно, для того, чтобы понять, о чьи же эти реквизиты документов, допустимо использовать биометрические технологии верификации. Биометрические технологии верификации позволяют на основе биометрических характеристик человека, а их на самом деле сейчас 5 характеристик, которые в основном используются. Это печаток пальца, радужную оболочку, глаза, рисунок вен, ладони, голос и геометрия лица. С использованием одной из или путем миксования двух и более характеристик получить вероятность совпадения собственно предоставленного биометрического образца человека через дистанционный канал обслуживания с тем биометрическим образцом, который этот человек сдал в одном из доверенных центров. В частности, там 115 федерального закона, это кредитная организация. Таким образом, человек полностью через дистанционный канал в состоянии получить услугу, которая доселе была недоступна. Набор таких цифровых услуг сейчас мы пытаемся его положить в дорожную карту. Это достаточно серьезная работа, потому что в рамках каждого отраслевого законодательства нужно понять, какие услуги действительно относятся к коммерческим, а какие услуги относятся к государственно значимым услугам. Например, закон о телемедицине, который сейчас был внесен в Государственную Думу, также предполагает возможность получения медицинских услуг через дистанционные каналы. Это достаточно серьезный шаг. Он действительно сделан уже в ряде стран. И нам с вами стоит подумать о том, каким образом в рамках дистанционного взаимодействия, так называемого Е-консилиума, будет происходить организация взаимодействия между врачом и пациентом. Каким образом будет предоставляться право доступа к персональным данным лица, которые обращаются за оказанием услуг медицинской помощи и так далее. На самом деле отраслей, где используется цифровая идентичность, она на самом деле не ограничивается исключительно биометрическими характеристиками, хотя они сейчас являются наиболее распространенными. Она охватывает все отрасли взаимодействия, начиная от взаимодействия человека с государством, заканчивая взаимодействием с бизнесом и так далее. Наверное, это такой важный момент, который хотелось посвятить, и мы его учли в нашей программе. Спасибо большое. Коллеги, у нас еще есть коллеги из Института развития интернета хотели прокомментировать по ряду вопросов контрольно-надзорной функции в программе. Поэтому просьба, соответственно, дать коллегам слово или микрофон. Микрофон у меня взять или второй дать. Коллеги, добрый день. Меня зовут Мещерякова Анна, Институт развития интернета. Мы действительно сегодня обсудили очень важные моменты, и я хочу акцентировать действительно ту часть, которая касается цифровой реформы контрольно-надзорной деятельности. То есть то, что мы сегодня обсудили, и то, что спикеры здесь освещали относительно получения услуг государственными органами и коммерческими организациями в цифровой форме, это, безусловно, очень важно. И мы, конечно, это все поддерживаем и также работаем в этом направлении. Но это скорее такой положительный момент, который получают организации, которые получают также обычные пользователи этих услуг. То, что касается именно контрольно-надзорных организаций, контрольно-надзорных функций, здесь у частных пользователей этих услуг и, соответственно, организаций здесь к этому аспекту иное отношение. То есть более негативное, более такое напряженное. И поэтому мы в Институте развития интернета считаем, что от успешной реализации цифровой реформы контрольно-надзорных функций зависит очень многое в реализации, собственно, самой программы цифровой экономики. То есть успешная реализация вот этой части может дать некий такой двойной, а может быть и больший по значению эффект и отразиться на различных отраслях экономики. Для того, чтобы, соответственно, организовать это цифровое взаимодействие объектов контроля и организаций, которые этот контроль осуществляют, то есть это взаимодействие осуществляется посредством СМЭФ, необходимо обеспечить соответствие самой системы междведостного и электронного взаимодействия новым функциональным требованиям. То есть мы столкнулись в своей работе при взаимодействии с разработчиками программного обеспечения, с которыми институт развития работает, и заказчиками государственными с тем, что эти требования не всегда соответствуют друг другу. И сама система междведостного и электронного взаимодействия иногда отстает от тех задач, которые уже реализуются в рамках вот этой цифровой реформы контроля надзорной деятельности. Таким образом, мы хотели бы отметить важность доработки возможно, самого технологического портала и сервисного центра СМЭФ. Также хотели бы обратить внимание на несколько аспектов по созданию типового облачного решения автоматизации процессов для реализации функций этого контроля. При создании типового облачного решения также необходимо учесть все функциональные требования и также возможности СМЭФ по реализации этих функций. И мы также видим необходимость и актуальность создания мобильной версии такого типового облачного решения. И как раз наличие такой мобильной версии позволит инспекторам, которые осуществляют контроль и надзор, осуществлять свои функции, которые не всегда приятны и желанны для объектов контроля в новом цифровом формате. Вот такие вот акценты. Спасибо большое. Общий посыл понятен, но дьявол, как говорится, в деталях. Если возможно, потом отдельно проговорить по поводу несовершенства СМЭФ и, так сказать, видов обмена. Олег Леонидович, не воспринимайте это прямо лично. Всегда есть пути совершенствования. Коллеги от 1С по поводу, хотели прокомментировать, по поводу единого окна отчетности. Давайте вот коротко хотелось бы это обсудить. Я по единому... Слышно меня? По концепции единого окна представления отчетности, которая фигурирует в программе. Как говорилось сегодня на различных секциях, в том числе на пленарном заседании, что основная задача — это повышение эффективности. И с точки зрения разработки единого окна представления отчетности, не очень понятно, в каком месте эта эффективность будет, что выиграет бизнес и что выиграет государство от этого единого окна. Сейчас Федеральная налоговая служба, которую здесь уже упоминали и с точки зрения реализации системы приема отчетности, высказывали такие хвалебные комментарии, система выстроила. Когда говорим о едином окне, кто будет это единое окно администрировать? То, что сейчас собирает Федеральная налоговая служба, это будет в этом едином окне? Это раз вопрос. Второй, значит, если администратор единого окна будет собирать всю отчетность с поднадзорных налогоплательщиков, организаций и так далее, ему, видимо, надо будет обеспечить себе соответствующую инфраструктуру людей по всей России, чтобы эту отчетность собирать, как есть сейчас в налоговой службе, в пенсионном фонде и так далее. Как это организационно будет и не повлечет ли это дополнительные издержки? Другой момент, на который хотелось обратить внимание сейчас, отчасти представление отчетности в некоторых областях превращается в такой интерактивный режим. Например, разработанная Федеральной налоговой службой система СК МДС-2 предполагает неких уточнений. Значит, если это будет единое окно, из единого окна отчетность будет дальше спускаться в налоговую службу, кто будет запрашивать налогоплательщик уточняющие сведения, как она будет опять возвращаться. То есть, хотелось просто обратить внимание, что вот по концепции представление отчетности через единое окно требует все-таки такого более детального изучения и с учетом того, что даже на сегодняшней секции обозначена тема автоматической отчетности, получения некоторых данных из данных государственных информационных систем, вот с этим тезисом тоже не очень понятно, как бьется. Спасибо. Спасибо. То есть, я насколько понимаю, Ваш... Можно прокомментировать со стороны Федеральной налоговой службы, я прошу прощения. Вы знаете, на самом деле, здесь, ну, это обсуждалось несколько раз и, наверное, более, так скажем, менее травматично для всех ФАИов, с одной стороны, и для юридических лиц и граждан, с другой стороны, было бы понимать о том, что есть некоторые органы власти, которые собирают эту отчетность в силу своих тех или иных возложенных на них обязанностей, и дальше потом через СМЭФ или там, ну, скорее всего, через СМЭФ, да, предоставляют другим ФАИовам эти данные при необходимости по запросу. То есть мы, ну, как бы, система, она уже предрасположена. Сейчас-то, в общем-то, все уже построено. Надо сделать не так много, наверное, усилий для того, чтобы определить о том, что, да, там вот бухгалтерская отчетность не будет сдаваться и в ФНС, и в Росстат, и еще куда-то. Вот он там и собирает один орган бухгалтерскую отчетность, всем остальным раздает верно ее. То есть, ну, не так много надо сделать, закрепите вот эти вот одни окна по сдаче тех или иных показателей, все остальные, уже не профильные, ну, или там, как бы, сопутствующие органы, они могли бы воспользоваться данными, которые собирает одно какое-то ведомство. Не делать это в рамках единого лица, единого лица, единого регулятора, потому что, ну, какой-то единой организации, потому что здесь, а, во-первых, проблема отказа устойчивости, б, проблема, опять же, вот этих коммуникаций, правильность, спустить вниз, поднять наверх все время. Это будет, ну, больше транзакций с точки зрения передачи данных, нежели чем, если сделать некоторую распределенную сеть по сбору данных и потом дальше раздача этой данных другим файлами. Ну, или консолидация на более высоком уровне. Спасибо. Тогда мы, как рекомендации от текущего круглого стола, включим это в рекомендацию для корректировки программы, чтобы это было, ушли от термина «Единое окно», перешли к термину «Единый реестр отчетности», скорее, и к наличию таких нескольких кустовых окон по сдаче отчетности и межрежностного обмена между ними. Коллеги, у нас, собственно, открыта дискуссия свободная. Вот, пожалуйста, в формате вопросов и ответов мы готовы прокомментировать, я, коллеги, или по вашим вопросам, замечаниям и корректировкам. Да, пожалуйста. Можно так? Да. Вопрос, он такой, как опасение. Если говорить про использование, совместное использование как бизнесом, так и гражданами, скажем так, данных, которые есть в государственных инструкционных системах, вот один из средств, да, который у вас есть, например. Значит, и учитывая вот информацию, которую разложил и вам Беров про развитие таких вот информационных систем государственных или создание каких-то дополнительных сервисов при помощи ГЧП, консессии, значит, здесь не кажется ли вам, что возникает в таком случае, если мы берем какой-то кусок экономики, какую-то госсистему, отдаем ее кому-то в концессию, да, условно, для развития, создания каких-то доп-сервисов, не кажется ли вам, что мы таким образом создаем естественную монополию, искусственную, причем, на вот эти данные, которые есть за этой государственной системой. И в таком случае первый вариант развития ситуации, значит, положительный, когда вот этот вот, вот этот консессионер, скажем так, да, создает какие-то сервисы, которые создают действительно, ну, как бы, добавочную стоимость, какие-то услуги, там, товар, работу и так далее, положительную. И это, как бы, хорошее, да, как бы, это хорошо. Правда, там вопрос скорости, то есть они могут как урица сидеть на яйце, да, как бы, создавать один в год сервис, хотя бы бизнес, например, более мелкий, но более активный, он может делать тысячи таких сервисов на этих данных. Это первый момент. Второй момент, если этот консессионер сел на эти данные, как, опять-таки, курица, да, значит, но при этом он создает такие сервисы, например, сервис интеграции с этой госсистемой, которые ничего полезного не создают, а наоборот создают дополнительную трансляционную издержку, и это приводит, скажем так, к ухудшению, там, бизнеса всех предприятий, которые есть снизу. Вот здесь вот просто вопрос дополнительно рассмотреть, регуляторию вот этого, вот этой передачи в концессию госсистем для того, чтобы ни в коем случае у нас не образовывалась монополия. И эти данные, которые даются этому консессионеру, они были открыты в том числе для других, чтобы была конкуренция между ними. Спасибо. Отличное соображение. Спасибо. Мы как раз думаем о практической реализации механизма по тому, чтобы управление вот теми данными, то есть такие вектора управления этими данными, потому что монополия не появится, потому что есть там федеральные органы исполнительной власти, региональные, муниципальные, когда слабо вижу, как может быть монополия, но, наверное, она может быть. Как прозрачно для основных игроков бизнеса создавать те сервисы по данным, которые необходимы именно бизнесу. То есть здесь мы как раз и вопрос, вот здесь и появляется цифровая экономика. Когда появляется массовый запрос от бизнеса, нам нужен такой сервис, нам нужно, в этот момент бизнес даже готов заплатить за это, за доработку государственных информационных систем, лишь бы появился этот, эти данные, и это можно было бы использовать. Вот, но, то есть концептуально мы понимаем, что должно быть совместное управление государства и бизнеса, какую-то практическую перемен форму посмотрим. Сейчас, 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 а просто я хочу понять, есть ли у кого еще есть вопросы. Сейчас, коллеги, пожалуйста, вопросы, ответы. Сейчас, да, и потом Михаил. Можно я вклинись, в этот диалог я не увожу в сторону. Мне кажется, что это совсем правильно. Государство не является хост-субъектом, и оно не должно никаким образом принять участие в распоряжении данными частными, теми, которые накоплены были в госинформе сурсов. Государство эти данные накапливало с одной целью исполнения какой-то государственной функции, связанной вот с каким-то задачами, да, вот, в стране. Там нет хозяйственной деятельности в принципе. Государство к этому не имеет вообще никакого отношения. Оно не должно распоряжаться судьбой данных. Судьбой данных могут распоряжаться только субъекты этих данных. Те, кому не относятся, если они персональные, или, если, скажем, бизнес, который в рамках, например, снижения контрольно-назорного времени открыл какие-то свои данные для каких-то контрольных органов в обмен на, там, снижение каких-то требований, снижение числа проверок и так далее, то вот, значит, такой бизнес может, понимаете. Но Государство к этому отношения не имеет вообще никакого и государство. Оно вообще здесь ни при чем. Да, да, да. Просто мы говорим об одном и том же, просто немножко в разных терминах. То есть мы говорим как раз о том, что никакое конфиденциальное сведение не может быть, не может распространяться. И не конфиденциальное тоже. В том-то и дело, если данные открыты, они открыты, они должны быть открыты. Раскрыты, да. Закрыты, то... Маленький пример, ну вот просто противоречие до существующие. Данные, например, о планах графиковых закупок, это открытые данные или нет, по-вашему? Безусловно, должны быть открыты. Безусловно. А вот теперь смотрите, а данные, например, о составляющих тарифах всех монополий закрыты, хотя они состоят из того, что они закупают и должны быть точно так же открыты. Но при этом данные, что включаются в тарифы, это коммерческая тайна, а планы графики закупок, что составляют их затраты, это открыты. С таким глубоким знанием Федеральной службы по тарифам трудно не согласиться. Я просто хочу понять у коллеги вопросы, комментарии. И мы тогда, наверное, последний комментарий и подведем эту. Да, Юрий, потом вы тоже в том же делаете? Нет, я как раз не это, я хотел бы еще последний. От вас комментариев. С точки зрения, возможно ли там создание монополий, но у нас на самом деле практика такая в России есть же, когда отдельным постановлением правительства различные информационные системы передаются тем или иным операторам. В этом смысле вот пример создания таких монополий. Ну, они есть и в закупках, и в других там. Вот сейчас оператор по энергетике у нас, в принципе, будет тоже по сути один. И в этом смысле… Я просто напоминаю, что вот у Сбербанка есть один монопольный исполнитель спирт-тех. Ну, да, да, да. Юрий, пожалуйста. Тоже, тоже. У нас осталось, по-моему, 5 или 7 минут, нам показывают организаторы. На самом деле, хоть это и последняя часть истории, но я бы очень хотел, чтобы мы, тем не менее, либо подняли этот вопрос, либо, может быть, обменялись бы мнением о том, каков будет региональный и муниципальный аспект программы «Цифровая экономика». Что будут делать и что должны взять на вооружение себе регионы, в том числе и с точки зрения системы цифрового госуправления. Каким образом это будет решаться, и так как здесь у нас наверняка есть представители регионов, даже не буду называть фамилию или отчество, но хотелось бы тоже услышать и это мнение, и обсудить. Я не хочу намеренно высказываться от имени разработчиков программы, а хотел бы послушать как раз аудиторию. Да, коллеги из регионов, тоже не будем называть конкретно, просьба высказаться, потому что вы услышали, как вы видите свою роль в программе. Я хотел сказать, что у коллег из субъектов-то одна задача реализации государственной политики. Мне кажется, в отдельно взятом субъекте построить коммунизм не удастся. То есть мы будем жить в русле того, что в стране происходит. Поэтому отделять, если говорить, а вот что вы для этого сделаете, я могу сказать, а что нам можно сделать? Мы сделаем. Скажите, что можно. Это традиционный диалог госорганов. Да, да, да. Поэтому я не вижу большого сейчас смысла углубляться в субъекты, потому что задача-то общегосударственная практически. И в основном ее должны регуляторы сейчас решать. А у нас-то прав-то на самом деле не так много. А в этом вопросе так может быть их и совсем не много. Мне кажется, разные регионы имеют разную точку зрения на этот вопрос. Да, Сергей, пожалуйста, микрофон передать. Вот туда, вот туда. Спасибо. Добрый день, коллеги. Куча Сергея, Нижний Новгород. Мы на самом деле параллельно дискуссиям в зале, там еще в сетях, в чатах общения. И там тоже прозвучал вопрос. А в регионах, на самом деле, как видят цифровую экономику и кто за это отвечает? Потому что от того, кто отвечает, очень сильно зависят подходы и результаты. Отвечают айтишники либо экономисты? Хороший вопрос на сегодняшний день, насколько я знаю. В регионах фактически общей позиции нету. Она пляшет, потому что и структуры управления разные. Но, как правильно было сказано, мы, прежде чем свою позицию спромулировать, оглядываемся на старших коллег. Но все-таки сейчас, несмотря на то, что на уровне Российской Федерации разработчиком программы является Минкомсвязи, по факту заказчиком является администрация президента, потому что рабочий клуб возглавляет два помощника президента. В исполнителях там целый веер федеральных органов исполнительной власти. И, естественно, итоговый документ, он, наверное, даже будет сильно отличаться от того, что сегодня обсуждалось. Но, если говорить про конкретный регион, мы до того, как было сформулировано предложение по этой государственной программе, до того, как появилась утвержденная президентом последние стратегии и по безопасности, и экономическое развитие, также смотрели. Нижегородская область, в частности, сейчас активно за последние несколько месяцев углубилась в формулировании идей и подходов по созданию своего IT-кластера. Да, у нас есть набор стратегических документов, есть концепция развития IT-отрасли. И вот сейчас мы ее рассматриваем в рамках собственных особенностей региональных, как стратегию развития IT-кластера. И там как раз появляется очень много совпадающих задач, из тех, которые сегодня звучали с точки зрения развития отдельных отраслей, отдельных направлений. Но в целом все равно, я скажу, что у нас, несмотря на то, что страна очень большая и очень разная региональных особенностей, с точки зрения задач, которые звучат сейчас вот в рамках этой задачи, их не сильно много. Поэтому будем под федеральную программу все-таки подстраиваться. Владимир Владимирович, давайте последний комментарий. Идит правительство Москвы. То есть вот тем регионам, кому удалось построить коммунизм, немножко есть у нас опасения такие, потому что когда речь идет о типизации, о неком таком среднем уровне услуг для регионов, которые чуть-чуть впереди, у которых есть своя стратегия развития того, что уже сделано еще дальше, у нас вот есть некоторые опасения, что как бы нас бы вот назад немножко к этому среднему уровню, который и в показателях, кстати, вот показатели эти, они средние по госпрограмме, средние по стране, а как мы будем их применительно к регионам мерить? То есть мы как бы среднюю температуру по больнице вычислять или каким-то образом. И поэтому у нас было предложение, что может быть вот некую этапность вести и к тем регионам, которые выбились немножко вперед, может быть, ну как-то вот их во вторую очередь рассматривать, или еще как-то. Во второй этап. Владимир, вот комментарий. Давайте, комментарий поставить, и будем проводить итоги. Я по поводу того, что сказал Сергей, я все-таки хочу немножко, как и есть, расставить более правильные акценты. Во-первых, ответ на ваш вопрос о том, кто должен у Минэкономики или Минформтехнологии или аналогичные отвечать за эту программу, ответ совсем другой. За это должно отвечать первое лицо. Вот цифровая... Нет, не... Вот услышите меня. Вот. Вот, цифровая экономика, это не про то, чем должен заниматься там Минэкономики с точки зрения там регламентов или регуляторики, и не с точки зрения IT, про инфраструктуру и остальное. Вот цифровая экономика, это про то, что через 15 лет все, как говорится, полностью будет цифровым. Вот поверьте, ситуация будет именно такая. И чем дальше, тем больше. Скорость изменений настолько велика, что мы просто этого не замечаем. Мы живем в этом потоке. И с этой точки зрения, для того, чтобы эту трансформацию проводить, нужна очень сильная политическая воля и соответствующий властный ресурс. Этого властного ресурса нет ни у министра экономики, ни у министра информационной технологии и связи. На уровне региона или на уровне страны это, как правило, первые лица, либо вторые лица. Вот если они этим не будут заниматься, программа цифровая экономика на региональном, либо на федеральном уровне обречена. Это будет много бумаг, много слов, много потраченных денег, и не будет результата. То есть на федеральном она обречена? Не знаю. У нас заказчиком этой программы является первое лицо государства. Именно он будет утверждать эту программу. Поэтому с этой точки зрения я не могу сказать, что это так. У нас первое лицо, коллеги, по-фессу, можно я закончу? Ваш экспертный. Юрий, извините, я хотел подвести уже итоги. Да, да, я поэтому просто заканчиваю. Поэтому с этой точки зрения и на уровне региона нельзя приземлять эту программу на ведомственный уровень. И Минкомсвязи не является разработчиком этой программы. Разработчиком этой программы утверждать эту программу будет правительство Российской Федерации. У нас тоже губернатор утверждает, или правительство, но разработчику все равно... Юрий Царь, не важно, но подписывает. Коллеги, давайте подведем итоги. Вот за несколько месяцев участия в разработке программы цифровой экономики, я сделал для себя один простой вывод, что каждая цифровую экономику сейчас понимает по-разному. Но цифровая экономика сейчас, во-первых, появилось четкое определение, что это такое в стратегии развития национального общества, появилось определение цифровой экономики, это экономика работы с данными. Сейчас в момент разработки этой программы, в момент проведения таких круглых столов формируется консенсус к тому, что мы должны прийти. Я считаю, что как только такой консенсус... То есть как только мы в принципе определимся, куда будем идти, это лучше сейчас сделать, прямо сейчас, и двигаться в этом направлении. И все будет зависеть от людей, которые будут двигать эту программу. И, как правильно было замечено, в разработке программы принимали участие более 150 человек. Я даже сейчас уже... Даже мы запутались в окончательной цифре. И мы считаем, что уже сформировано то ядро, вокруг которого и формируется цифровая экономика. Потому что цифровая экономика это вокруг... Все равно вокруг людей. Это не технологии, это все равно люди, которые двигают изменения технологий. Спасибо вам большое за круглый стол. Хотел бы благодарить фиггеров, аудиторию. И давайте поучаствуем в других выставах, которые... Спасибо.